Девушки отдыхают Зададим им! Зададим! Зададим! Добро пожаловать в Блю Фоллс Буря надвигается Надеюсь, это не слишком плохая примета? Да не думай об этом, дорогая Погода свадьбе не помеха Пожалуйста, помогите мне доесть эти пирожные А то я завтра не влезу в свадебное платье Что это, молния? Кажется, уже совсем рядом Помнится, твоя мать, когда шла под венец, уронила букет Потом наступила на него и затоптала цветы Трэвис! Трэвис, нет! Стой! Трэвис, ко мне! Не хватало тебе еще простудиться накануне свадьбы Да вернется он? Ну да, весь грязный и мокрый Знаешь, уж лучше пусть он будет таким, чем ты Я думала, он умнее Ну и зря, не забывай Он ведь тоже мужик Неужто я успел так набраться? Вообще-то да Но дело не в этом Просто из тебя плохой игрок на бильярде Да это я тебе помог Последний раз ты выигрывал, когда еще Рейган был президентом, так? Да, еще раньше Ладно, пошли, деньги на стол Твоя очередь Как говорится, кто несчастлив в игре, тот несчастлив в любви Кто сказал? Я этого не говорил Я тебе говорю Ах, ты и говорил Да, и завтра я вам всем это докажу Пап, а что нам мешает повторить? Только твое самочувствие Мне еще одно Ты будешь на свадьбе? Конечно будет, дай ему еще пиво Спасибо, Ник Ты видел вспышку сегодня? Да это просто молния Нет, это конец света Выпей-ка лучше еще, бат Погодите, сами увидите Иди-ка ты лучше отсюда Ладно тебе, пап Не обращай на него внимания Да, но он все время как на взводе А кто сегодня платит? За весь вечер еще ни цента от вас не получил Я заплачу Да нельзя ему Он завтра женится после свадьбы Ему теперь долго придется за все платить У меня есть тост Тост? Нет, нет, ты уже говорил Тост сегодня за ужином Не важно Хочу сказать тост Ладно, давай уже Выпить охота Погодите, погодите Сейчас Вот За Ника Моего лучшего друга За последнего, кто сумел остаться холостяком Не считая меня, конечно Скоро и ты женишься Надеюсь, ты правильно понимаешь меня Когда я говорю тебе слабак Слабак! Слабак! Моего лучшего выкладки Что ты здесь делаешь? Впусти меня и узнаешь. Напился пиво с дружками, да? Нет. Нет. Да-да. У тебя такой странный взгляд. Ты не хочешь? Ведь знаешь, что да. Но... Еще разок. До того, как станет, можно. Тише. Вверху мама спит. Не для того. Она летела за 3-9 земель, чтобы слышать, как мы тут обжимаемся. Вот поэтому и будем вести себя тихо, как мышки. Я люблю тебя. У нас впереди такая жизнь. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Обещаю. А если мне нужен только ты? Ты знаешь, я и так уже твой. А где Трэвис? Когда началась буря, он испугался и убежал в лес. И не вернулся? Нет, я звала, звала его. Надеюсь, с ним все в порядке. Я так люблю его. Я тоже. Ладно. Что? Тебе пора идти. Почему? Ты подумаешь, что я сумасшедшая. Так и есть. Но я не хочу заснуть на свадьбе. Да? Так что, ты прогоняешь меня? Да. Прогоняю. Не заставляя звать на помощь маму. Этого еще не хватало. Вот именно. Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю. И буду любить вечно. Трэвис. Это ты? Все ищут тебя. Трэвис. 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 Это я, Ник. Трэвис, ко мне. Трэвис. Трэвис. Куда же ты пропал? Что за черт? Куда же ты пропал? Джози, рано еще бросать цветы. Пошли. Волнуйся, дорогая. Знаю, о чем ты думаешь, но он придет. Пианистка уже пятый раз подряд играет одно и то же. Он уже здесь? Нет. И дома его нет. Стив поехал за ним, но... Никто ничего толком не знает. Наверное, что-то случилось. Надо заявить в полицию. Твой отец тоже вечно опаздывал. Это единственное, из-за чего мы всю жизнь ссорились. И еще из-за выпивки. Ну и женщины тоже. Мама. Мона, ради бога, не сейчас. Пойду позвоню. Монетки нужны? Да. Все вздохнули. Он только что отчалил. С ним все в порядке? Вчера попал в какую-то переделку. Немного взбудоражен, а так ничего. Какую переделку? Что-то с машиной. Не волнуйся. Думаю, просто вчера приняли лишнего. Ну вот, видите, напрасно беспокоились. А теперь красивая свадьба для красивой девушки. Ты готова? Итак, готова ли ты, Келли Виктория Драмонт, взять этого мужчину в законные мужья, чтобы любить и уважать его до конца своих дней? Готова. А ты, Николас Дэвис Фаррелл, готов ли ты взять эту женщину в законные жены, чтобы любить и уважать ее до конца своих дней? Готов. 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 Ну, думаю, мы все рады услышать это. Итак, провозглашаю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Я так тебя люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ресторан постарался на славу. Торт. А ты видел, как посмотрел священник, когда Стив поднял руку? Есть ли кто-нибудь, кто знает причину, по которой... Стив. Так что случилось вчера вечером? Ничего. Стив сказал, ты попал в аварию. Я съехал с дороги. Похоже, перебрал с выпивкой. Ничего страшного. И все? Ты как будто где-то далеко. Я в порядке. Точно? Скажешь мне, если что не так. Оставим это, ладно? Оставим это, ладно. Спасибо. Спасибо. Любая подойдет, мистер Фаррелл. Кроме этой. Это на бензин. Да, точно. Да-да, с новобрачными всегда такая история. У вас другое на уме. Распишитесь здесь, пожалуйста. Спасибо. Приятного отдыха. Спасибо. Спасибо. От Стива и Линды. Могу открыть, если хотите. Да. Да, спасибо. Сегодня никаких игрушек, если ты это имеешь в виду. Телевизор будешь смотреть на пенсии. Как насчет шампанского? Мои поздравления. И мне пора идти. Да. Спасибо. Спасибо вам. Хочешь тост? Ты не обидишься, если я пойду спать? Что-то никак не отойду от вчерашнего. Ты в порядке? Слушай, эта авария точно на тебя подействовала. Что, заметно? Заметно ли это? Слушай, а может, устроишься поуютнее, а я пока надену то, что приготовила на сегодня. Что это? Увидишь? Большой океан. У меня в первый раз Медовый месяц. У меня тоже. Да. Как хорошо. Может, попробуешь меня соблазнить? Я не против. Припоминаю. Тебя зовут Ник. Ник. Дорогой. Что ты делаешь? Что случилось? Убирайся. Прекрати. Я думал, ты этого хотела. Что с тобой? Ты сделал мне больно. Может, ты нервничаешь? Я тоже. Я люблю тебя. Я твоя. Тебе не надо ничего доказывать. Прости, если разочаровал тебя. Ты... Ты меня удивляешь. Ты никогда так не занимался со мной любовью. Нам нужен ребёнок. Смотри, это Трэвис. Трэвис! 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 Ко мне, приятель. Ко мне, пёсик. Ко мне! Он так рад, что мы здесь. Ко мне! Ко мне, мой мальчик. Трэвис! Не знаю, что на него нашло. Ну, мы хотя бы знаем, что он всё ещё здесь. Хорошо, что Линда оставила ему еды. Так ты хочешь перенести меня через порог? Сюрприз! Счастливая парочка! Добро пожаловать! Привет! Привет! Всё было как ожидали? Да, всё так. Кто хочет выпить? Опять шампунское? Мы же не могли допустить, чтобы вы вернулись в старый тёмный дом. Или сухой. Ник, хочешь выпить? Может, потом. Ладно. Нам девочкам придётся догонять. Выкладывай. Давай. Линда сейчас всё вытрясет из невесты, так что... Твоя очередь. Моя очередь. Медовый месяц. Подробно, ну. Что нового? Новости в одиннадцать. Ты что имеешь в виду? Ну, и как всё прошло? Хорошо. Сказала бы я. Вся эта свадебная суета, всё как по учебнику. Я его знаю всю свою жизнь. Нельзя узнать мужчину, пока не выйдешь за него. Я думала, что знаю Уэйна, но только на следующий день после свадьбы выяснил, что он был уже трижды женат. Как ему только удалось скрыть это. Сама не пойму, как. Но удалось. Удалось, представляешь? Если бы всё было так просто, как с этими другими жёнами... Не знаю, как объяснить. Он просто стал каким-то другим. В постели с ним всё в порядке, но... Он бросил пить. И мы поехали на море специально, чтобы поплавать. А он ни разу так и не влез в воду. Это так на него не похоже? Да расслабься ты. Просто ещё не привык. Они со Стивом последние уклонисты. Дай ему время. Но он целый день сидит у телека, будто... будто изучает в нём что-то. Подожди, вот футбольный сезон начнётся. Тогда, слава богу, стол не надо будет накрывать. А всё можно подавать на подносе. Я знаю, знаю. Ты теперь один из них. Что значит «из них»? То есть, жёнут. Сытно поесть три раза в день. Церковь по воскресеньям. Послушай, если в тебе что-то ещё осталось от прежнего Ника... Ребята сегодня собираются в баре. Приходи. Проверим тебя на прочность. На здоровье. Радость, победа, горечь, поражение. Вот он чем занимался весь медовый месяц. Где ты научился так играть? Да никакого секрета. Всё просто. Сплошная геометрия. Только раньше ты занимался геометрией женщины. Хотел на всякий случай подстраховаться, да? Ваше пиво, парни. И содовое для молодожёна. Не пьёшь сегодня, Ник? Бросёл. Что сделал? Калиноверное заставил. Ещё один выпал из гнезда. Всё ради здоровья. Сами знаете, как набирался. Давно пора было. Давайте-ка лучше ещё сыграем. Я пас, у меня не цента. Да поставь пятёрку, дай ещё кому-то выиграть хоть пару баксов. Давай же. Давай. Давай! Ладно, пошли. Удачи. Не буду. Помешался на здоровье? Послушай, может, я не прав, но кажется, это же нитка медлит всегда. Не в этом дело. Просто голова занята другим. Темно, что я наткнулся в лесу. И что же это? Трудно сказать. Ты что завтра делаешь? Боже! Как думаешь, что это? Эллен, не могли бы вы дать мне историю болезни Аллана? Вот. Спасибо. Я получил все твои открытки, но чтобы в медовый месяц так много писать... Да это и не было похоже на медовый месяц, хотя не знаю. Неважно, себя чувствуешь, да? Да, есть немного. У тебя усталый вид. Нелегко привыкнуть, что рядом в постели кто-то ещё, кроме тебя, наверное, да? Дядя Пол, может, мы поговорим наедине? Конечно, дорогая. Эллен, побудьте на телефоне. Пойдём. Что-то случилось? Ник меня беспокоит. Присядь, дорогая. А что с ним? Линда говорит, что он просто привыкает к своей новой роли. Но, кроме того, он какой-то другой, замкнутый, угрёмый, потерял чувство юмора. Но он раньше-то особым весельчаком не был. Я серьёзно. Он ведёт себя как-то странно. Могу понять. Но пойми, дорогая, я вас обоих знаю с пелёнок. Думаю, Линда права. Он ведь не ребёнок. У него свои привычки, а тут надо переучиваться, что не так-то просто. Я тоже привыкаю. Но я-то не изменилась. Ты тоже изменилась. Подожди пару недель. Вот увидишь, всё образуется. Хотелось бы верить. Разве я когда-нибудь обманывал? Не знаю. Твои друзья по покеру говорят, что частенько. Ну, так это в карты. А так никогда. Как и моя замечательная племянница, правда? Всё будет хорошо. Всё будет хорошо, дорогая. Обещаю. Ты добрый человек, дядя. Батрайли, вас не касается то, что там происходит. Уходите отсюда. Я не подслушивал, нет. Уходите. Забирайте свои журналы, идите. Займитесь движением на улицах. Или ещё чем-то. Он работает. Нет! Доллар. Доллар, ты отправил их сюда. Я был в банке, Джон. Я сказал, что он использовал его. Эй, осторожно! Ты даже не смотришь, куда идёшь, дорогая? Извини, я просто... Так, ты в порядке? Это главное, правда? Правда. Нет, не правда. Главное, что Стив наконец раскачался. Полюбуйся. О, ну, наконец-то, Стив сделал предложение. Полчаса назад он заехал ко мне вот с этой штучкой в кармане. Я чуть не упала. Стив, это здорово. Желаю вам обоим счастья. Спасибо. Ты, конечно, будешь моей свидетельницей. Мне надо проверить мой календарь. Ничего, всё можно отменить. Я позвоню. Поедем, купим платье. Согласна. Отлично, мне пора. Столько дел, ты знаешь. Я очень, очень рада за тебя. Я знаю, это важно, Келли. Счастливо. Поздравляю. Пока. Пропала собака. Кличка Трэвис. Приветик. Малыши. Как ты? Хочешь меня поцеловать? Поцеловать меня хочешь? Ты лопуся. Ну что, поцелуемся, да? Какая прелесть. Это что такое? Смотри, кого я нашла. Он ждал меня в зоомагазине. Правда похож на Трэвиса? Это собака. Правда, он такой, лапочка? На, подержи его, а я принесу вещи. Он меня укусил? Да это малыш. Он просто боится. Как ты могла принести домой собаку и не спросить меня? Ну, во-первых, я не собиралась тебя спрашивать, а во-вторых, чего это ты не любишь собак? Ладно, я знаю, о чём ты думаешь. Но может, я просто придираюсь? Подираюсь. Ой, а в чём дело? Может, лучше постелить ему в подвале, пока он ко мне не привыкнет? Да, хорошая идея. Но это ненадолго. Потерпи, а потом мы тебя устроим, ладно? Принеси, пожалуйста, ему еду и игрушки. Дай мне игрушку. Давай. Давай. Пора спать. Ничего, потерпи. Поводок тебе нужен для того, чтобы... Не совать нос, куда не надо. Хороший пёсик. Думаю, он привыкает. Не включай, Свет, ладно? Спокойной ночи. Что случилось? Стой. Не ходи сюда. Что за звуки? Он запутался в поводке. Келли, он задушил себя. Он что? О, боже! Ник! Нет, не смотри туда. Я всё сделаю. Дорогая, это несчастный случай. Нет. Возьмём другую собаку. Завтра сходим. Я не хочу другую собаку. Хватит! Да что с тобой творится? Со мной? Со мной творится? Я не хотел ничего говорить, но ты не в настроении и непонятно почему. В общем, я поговорил со Стивом и ребятами. Ты хочешь мне о чём-то сказать? Ник, я не изменилась. Это ты. Я не понимаю, как ты реагируешь на происходящее. Да, я немного не в себе в последнее время, но я беспокоюсь за тебя. И сколько так будет продолжаться? Дядя Пол спрашивал, не заглянешь ли ты к нему в офис завтра-послезавтра поговорить? Как? Согласен? Хорошо? Хорошо, если ты этого хочешь. Ладно. Всё, о чём просят, надо делать. Не забывай, я тот, кто тебя любит. Я всё для тебя сделаю. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Как же такое случилось? Открой дверь, пожалуйста. Поговорим позже. Да. Стив. Привет, Келли. Привет. Извини, забыла сказать Нику новость о... Он знает. Я встретил с Стивом утром на заправке. Ник уговорил меня увеличить страховку, раз я женюсь, и у меня будет семья. Пиво хочешь? Знаю, как это бывает. Вы меня напоите, а потом друг продаст мне то же самое второй раз. Нет уж, спасибо, Келли. Ладно, мальчики, о делах без меня. Хочу вытащить твоего мужа на часок-другой. Ты не против? Дорогая? Нет, пожалуйста. Если пойдём, то ненадолго. Так ты хочешь увеличить страховку? Фрэнк Хиггинс тоже. И Фрэнк? И ещё несколько ребят. Может, заскочишь по пути, и мы всё обсудим? В баре. Где все тебя знают. Что там, заметил что-то? Не знаю, что-то странное в переулке. Проверим. Там ничего нет. Опять тебе почудилось. КОНЕЦ КОНЕЦ О, нет. Нет, нет, нет. Я, 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 я. Имена изменены в целях защиты невиновных. Я, 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 я. Мне нужно больше. Я хочу, чтобы ты обнял меня. Прикоснулся ко мне, как раньше. Посмотри на меня влюблёнными глазами. Всё будет. Всё, что ты хочешь. Ты только должна верить мне. Верить тебе? После всего, что случилось? Прости меня за всё. Я такой дурак. Но я здесь с тобой. Я люблю тебя. Всю оставшуюся жизнь я буду стараться всё исправить. Дай мне этот шанс. Келли, ты не спишь? Келли? Да. Мне очень жаль насчёт собаки. Я так хочу, чтобы всё получилось. Я тоже. Может, мы слишком стараемся? Мы знакомы с тобой со второго класса. Сначала мы были друзьями, потом стали любовниками, потом мужем и женой. Это непросто. Да, непросто. Я хочу, чтобы ты обняла меня. Прикоснулась ко мне, как раньше. Посмотрела на меня влюблёнными глазами. Что? У нас всё получится. Ты только должна верить мне. Ник. Я такой дурак. Но я здесь с тобой. Я люблю тебя. Всю оставшуюся жизнь я буду стараться всё исправить. Дай мне этот шанс. Твои слова так похожи на правду? Так и есть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Келли, Келли Субтитры создавал DimaTorzok 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 У него полно сюрпризов, правда, милый? Просто не верится, что я опять начинаю сначала Но третий раз, это уж наверняка Если не сработает, придется мне перейти на женщин А что ты тогда имела в виду Насчет сюрпризов Стива? Вся свадьба сплошно сюрприз Пока он из себя слово выдавливал Я уже думала, он умрет Какая нам польза от этого, правда? А еще что? Да так, чепуха, Келли Линда, это важно, что еще? Не знаю Так, приятные мелочи Стал внимательней И секс И раньше все было отлично А сейчас мне может остановиться Я не жалуюсь, правда? Он пьет? Перестал Как Ник Да, впечатляет Но это он ради меня Ну чем не паинька? Разве это не любовь? Линда Не выходи завтра замуж Ты что, шутишь? Я серьезно, не выходи Уж и не знаю, что там у тебя, дорогая, в мозгах происходит Но если ты думаешь, что я откажусь Столько лет ждала этого момента Просто отложи на время, на месяц Пока не будешь уверена Келли Куда же еще уверенней? Слушай, я знаю, что у вас с Ником были проблемы Только не переноси это на меня Как это я за него не выйду? Я люблю его Ты любишь Стива Привет А мы разве не о нем говорим? Ты в порядке? Честно говоря, Келли, ты меня начинаешь пугать Извините, леди, что прервал вас Но один парень говорит, что он, твой будущий муж, рвется к твоему телу, Линда Ну что ж, не будем его заставлять ждать Ты идешь? Через минуту Келли, я сказала, через минуту Сейчас приду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не слишком ли много пьешь? А что? Не увлекайся, ладно? Конечно, Ник, слушайся Все равно тут, как на заседании группы анонимных алкоголиков Никто даже и не подумал выпить за молодоженов Большинство женщин мечтают о том, чтобы их мужья бросили пить Тогда мне так повезло, что я даже не знаю Да что с тобой? Этот вопрос я хотела бы задать тебе Ладно, хватит Не хочется сегодня ругаться А что сегодня за день такой особенный? Знаешь, глядя на Стива с Линдой В свадебную церемонию я кое-что понял Продолжай Что ты была права Наверное, я испугался самой идеи женитьбы Думал, что готов к этому, но оказалось, что нет Я просто почувствовал, что загнан в угол И запаниковал Просто я пытаюсь найти выход Почему ты не сказал об этом раньше? Потому что, как бы я ни старался себя увидеть, что лучше вернуться к прежней холостяцкой жизни Все равно понимаю, что ты единственная, кто мне действительно нужен Слышишь, что они играют? Да Мы танцевали под эту мелодию, когда ты сделал мне предложение Да, разве это не удивительное совпадение? Давай потанцуем Мне этого так не хватало Мне тоже Все отлично, дорогая Тебе понравилось? Это было великолепно Я люблю тебя Стив и Линда так счастливы, правда? Идеальная пара Нет, это мы идеальные Ты абсолютно прав Ты не заходишь? Сейчас вернусь Кажется, забыл бумажник в машине Не задерживайся Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нашел его? Да, он лежал там, где я его оставил Субтитры делал DimaTorzok Я ничего не сделал Ничего такого Ничего Тихо, Бат Что у тебя там? Похоже на мой значок Возьмите, пожалуйста Извините Не трогайте меня Что вы здесь делаете в такое время, Бат? Она в беде Миссис Фаррелл Миссис Фаррелл в беде? Откуда ты знаешь, Бат? Я знаю Я видел Я смотрел Что ты знаешь? Может, ты и за нами еще следил? Я не помню Там, в переулке Нет, пожалуйста Не трогайте меня Не трогайте меня Я никому не скажу Ни слова Ничего Давайте-ка проедем с нами в участок Нет, не надо Я никому ничего не скажу Садись, Бат Садись О, Бат О, Бат Извини, что так долго Но ты же знаешь, мистер Льюис Особенно, когда он начинает рассказывать о своих болячках Его не остановить Ты говоришь, анализы уже готовы? Да, уже готовы И что? Ну так что же там, дядя Пол? Вы с Ником когда-нибудь говорили о том, чтобы завести ребенка? Ребенка? Ну, вы хотя бы когда-то обсуждали это? Да, я знаю, что Ник хочет детей, но... Ну, тогда можешь обрадовать его Поздравляю, дорогая Ты беременна Вижу, застал тебя врасплох Ты немного озадачена Но ведь это так здорово, Келли Все будет замечательно Поверь мне Келли, как дела? Ну, как дела у тебя? Я беременна Поздравляю, Келли Как здорово Знаешь, я тоже Ты? Хотела тебе рассказать раньше Но Стив запретил мне, пока не станет заметно Представляешь, мы будем такие толстые Давно не видел тебя такой спокойной Что-нибудь Что-нибудь произошло? Как ты отнесешься к тому, если нас теперь будет уже не двое? Если появится третий в доме? Неважно, мальчик будет или девочка Главное, это уже официальная новость Ты не поменял лиц своего решения? Правда? Правда Это все Это Это замечательно Келли беременна Мы в курсе Забыл, что ли? Она только сегодня узнала Все в порядке Ничего не подозревает Ник говорит, что нет Пока только двое, Келли и Линда Эй, все слышите? У нас с Келли будет ребенок Надо это отметить Бутылку шампанского, пожалуйста Шампанского? Но ты же не... Я выпью, никто не идеален, так? Да Ник, я так рада, что ты счастлив Это как раз то, чего я хотел Правда? Плачущий ребенок, бессонные ночи Найми меня Может, сделаем детскую из нашей гостиной? Поклеим обои или покрасим? Да Все, что захочешь Спасибо За маленького Ника Или маленькую Келли И за мою жену Благодаря которой жизнь прекрасна Ты не против, если я позвоню Стиву? Надо поделиться с ним радостью Конечно нет Не будь ребенком Иди Я мигом После этих новостей Что, приятель, выпивка не держится? Это все ваше А что там с Линдой и Келли? Они обе беременны Чудесно, правда? Думаю, вам есть чем гордиться Всех за этим столиком угощаю за счет заведения Боюсь, нам придется отказаться Но все равно спасибо Да что с вами, парни Вы сидите, ничего не заказываете Только пялитесь в этот ящик У меня из-за вас выручка не к черту Если проблема в этом, можем обсудить дела в другом месте Какие дела? Я вас не гоню Можете сидеть сколько хотите Просто странно Раньше вы веселились, а теперь... Просто... Что? А теперь нет Бад? Бад Райли? Повесь пальто Дай мне содовый слайм Теперь знаю Нельзя доверять тому, кто не пьет Вы посмотрите? Какая прелесть! Это для Стива Стрелка все время показывает два ночи Практичный подарок Знал бы он, что это для него Не будем считать, но когда ты должна родить? Месяца через три где-то Дядя Пол меняет срок после каждого осмотра Либо кто-то сильно ошибся, либо этот ребенок побьет все рекорды Я своего первого родила раньше срока Сестра позже Миллион лет канула, а по науке все равно не получается Послушай, а у тебя еще ничего незаметно Я думала, мы вместе через это пройдем Что, тебе нехорошо, Линда? Да, болит что-то Все нормально Давай следующий Вот, открой мой теперь Гремит Учитывая, сколько он стоит, лучше бы не гремел Линда! Что с тобой? Больно Пойдем, сядешь Помогите мне, помогите Я не хочу потерять ребенка Глубже дыши, глубже Садись сюда Я не хочу потерять ребенка Дыши, дыши Дядя Пол, это Келли Скорее приезжай сюда Линда рожает Уже на подходе Несите полотенце Просто не несите что-нибудь Быстрее Надо остановить кровотечение О боже Ну как, родила? Идем, идем Скорее Келли, что случилось? О, Господи Это было ужасно Я заберу Когда думаешь о том, насколько сложно устроено человеческое тело, миссис Паррелл, то роды само по себе чудо И совершенно естественно, что в таком случае... Нет тут ничего естественного Мисс Телбет принимала какие-нибудь леперства Ничего, кроме того, что я прописал Даже если принимала 10 лет назад, это могло подействовать Ничего такого не принимала Видите ли? Мы сделаем вскрытие и сообщим вам о результатах Но это не самое худшее, с чем я имел дело Даже представить не могу О, Господи Прости, я потеряла ребенка Я ведь все старалась сделать, как надо Ничего, попробуем еще раз Они мне даже не разрешили посмотреть Просто попробуем еще раз Спустя два месяца Прекрати Что это с тобой? Боишься промокнуть? Обед будет готов не раньше, чем через час Почему бы вам пока не погулять или искупаться? Слишком холодно Но с тебя лило в три ручья на прошлое Рождество Я сделал выводы А ты, Пит? Ты обычно успеваешь к этому времени проплыть пару кругов Позже, ладно? Не хочу купаться в одиночку Похоже, сегодня в озере купаются одни только дети По крайней мере, хотя бы Стив с Линдой искупаются Ей нужно быть осторожнее Знаешь, пару месяцев назад ей такое пришлось пережить Пусть отвлечется Самое страшное, что произойдет Ну, промокнут немного Раз уже стоите вот здесь, может, поможете мне? Прекрати Ладно? Иди сюда Поцелуй меня Сядь Прекрати Прекрати Сядь Стивен, я хочу поцеловать тебя сейчас Никаких нет Ладно Ладно Стив 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 Кончай дурачиться Что тут со Стивом? Почему он не плывет? С ним что-то не так Да не стойте же, идите и помогите ему Стив Помогите Стив Ник Все нормально Ник, он тонет Стив Ник, сделай же что-нибудь Помогите Он не дышит Давай, Стив Давай, Стив Подожди Не делай этого Это просто кислород Сними это с него Что вы с ним делаете? Хотите убить? Он дышит Дышит Да что на тебя нашло? Я, наверное, запаниковал Он не дышит Все, он умер Он не мог умереть Он дышал Он дышал Давай Давай, малыш Почему же вы не помогли ему? Дышит Дышит Он дышит Выбирает Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете меня всю мою жизнь. Я врать не буду. Просто это... В общем, это сказка, Келли. Инопланетяне здесь, в Блю Фоллс. И единственное доказательство твоей тапочки. Ладно. Поговорите с женщинами в городе. Сколько мужей перестали пить? Или перестали курить? Или плавать? Поговорите об их сексуальной жизни? Спросите спасателя, как умер Стив? Или поговорите со следователем о выкидаже Линды? Проверьте, что показали анализы. Сделайте что-нибудь. Я видел отчёт следователя. Тогда вы знаете. Плод, конечно, был деформирован слишком рано. Но он точно был человеческий. Это неправда. В отчёте говорится... Мне всё равно, что там говорится. Вы не видите, что вижу я. Если с ней это случилось, то я следующая. Не хочу это говорить, Келли. Но врач тебе помог бы больше, чем полиция. Думаете, я сошла с ума? Что всё выдумываю? Это похоже на меня? Я же практичная, уравновешенная, помните? Да, надо признать... Не надо. Я уверена в том, что видела, и найду другой способ вас убедить. Келли. Келли! Не делай глупостей. Что? Что это? Можно мне позвонить? Извините, миссис Фаррелл, все линии не работают. Все до одной? Не может быть. Городские службы заняты ремонтом. Скоро отремонтируют. Может, вам пока лучше пойти домой, к мужу? Так вы тоже заодно. Не так ли? Чем мы можем помочь? Мне не нужна такая помощь. Оставьте меня в покое. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры сделал DimaTorzok Где ты была? А кто спрашивает? Что это значит? Ты, черт возьми, сам знаешь Так скажи мне Черт из два! Лучше ты! Кто ты? Я тебя не боюсь Больше не боюсь Шериф Коллинз звонил Он волнуется за тебя Многие волнуются Мне наплевать Я говорил с твоим дядей Он считает, что это химический дисбаланс Хватит врать мне Послушай, я знаю, кто ты Ты здесь не за тем, чтобы убить меня Иначе ты бы это уже сделал Убить тебя, Келли Я люблю тебя Кончай эту чушь Я знаю, понял? Я видела тебя Видела твоих друзей Видела твой корабль Или что там было Черт, я не знаю Ладно Ты права Ты признаешь? Ну и что? Ты все равно ничего не сможешь сделать Я такое же существо, как и ты Ты не такой, как я Кто ты? Мы просто пытаемся выжить За счет нас? Наш генетический фонд сократился И мы больше не можем воспроизводить себя Нам нужно было найти место Способ остаться в живых Почему здесь? Здесь, на земле Ты не представляешь, как редко встречается жизнь во Вселенной Но пока скрещивание не удавалось Как у Линды? Это результат вашего грандиозного эксперимента? Это то, что меня ждет? Ты наша единственная надежда А ты слышал об абортах? Меня оскорбляет самопонятие Ты не заставишь меня молчать Я расскажу всем, кто будет слушать Тебе никто не поверит Кто-нибудь да поверит Придется поверить Келли Мы не можем тебя отпустить Субтитры сделал DimaTorzok Дядя Пол Келли, Келли, что такое? Ты в порядке, дорогая? Добрый вечер, миссис Фаррелл Я вас знаю? Он замещает Эллен Ее мать серьезно больна Джим побудет со мной пару недель Что с тобой, детка? Можем поговорить наедине? Конечно Я знаю, Ник уже говорил с тобой Но послушай меня, без предрассудков Выслушай меня Ты видел, что вышла из Линды? Похоже, это на человека Я понял, о чем ты говоришь Но ты правда веришь? Зачем ты пришла ко мне? Почему ты уверена, что я не один из них? А ты из них? Я только хотел попрощаться, миссис Драмонт Могу я что-нибудь для вас сделать перед уходом? Все в порядке, Джим Увидимся утром До свидания Все хорошо, все в порядке Мне надо кому-то доверять Не пойми, меня неверно, дядя Пол Но им, кажется, нужны молодые мужчины Похоже, ты не единственная женщина в городе Кто пришел ко мне с этой же историей Значит, ты в курсе? Да, что-то на самом деле происходит Но если это правда Как мы поймем, кто есть кто? Как нам найти нужное количество таких, как я? Черт возьми Пап Похоже, бизнес замер Да, в последнее время больше и не бывает И это последний бар в городе Чем могу помочь? Можешь составить список мужчин в городе, кто еще пьет? Планируете вечеринку? Это мне нравится Вроде того, поможешь нам? Это очень важно Конечно Но список будет коротким КОНЕЦ 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 Ты вернулась? Где ты была? Каталась Не ври мне Где ты была? Я была у шерифа Коллинза и все ему рассказала Шерифа Коллинза? И он поверил каждому слову Он сообщил в правительство и сейчас мобилизует военных Не может этого быть Нет? Почему ты так уверен? Потому что он один из вас? С кем ты говорила, Келли? Кто только поверит тебе? Ладно, пошли парни, давай Это что-то вроде шутки, да, Пау? Инопланетяне? Может быть Я знаю, как это выглядит со стороны Ладно, ребята, пошли Вперед Вперед, пошли Надерем задницу этим инопланетянам Давай, пошли Что-то у корабля Кто это? Страху ты не приучен, не так ли? Ну и как тебе? Я спрашиваю, с кем ты говорила? Я убью тебя, если надо Не убьешь Потому что если убьешь меня, убьешь и ребенка Зачем ты это делаешь? Вы стараетесь выжить, так мы тоже Черт Это что такое? Потише, ребята Что это? Ничего не происходит Стреляем Мы стреляем в упор, но ничего не происходит Уходим отсюда Начали Келли! 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 Пол, что мы будем делать? Я знаю, в чем дело Если мы не убьем их всех, нам конец Уведите ее отсюда Это и моя битва тоже Умри! Умри! Нет! Нет, помогите! Нужно целиться вот в эту трупу Вот здесь, на шее Видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Туда Кто со мной? Не делай этого Кто-то должен Осторожно Не уходите вперед Не могу поверить Боже Посмотри вокруг Это чертова мясная лавка Здесь половина мужчин города Они живы? Даже не знаю Трудно сказать Что будем делать? Нельзя их здесь оставлять Как ты думаешь? Они на корабле Надо закрыть портал Что-то происходит Они закрывают лавочку Надо уходить Но только со всеми вместе Скорее Мы возьмем их Уходи отсюда Нет Я должна найти Ника Обещаю, мы найдем его Сейчас уходи Давай, Келли Ты проиграл Не хочу, чтобы ты видела Как я умираю Нет ничего лучше этого зрелища Давай, дыши, дыши Мы просто хотели выжить Мне это знакомо Чтобы ты обо мне не думала Я люблю тебя Уходим отсюда Ник Ник Все в укрытии Он просто прелесть Лучше не бывает Дорогая Спасибо Он Красавец, да? Правда? Просто прелесть Все в порядке Режиссер Нэнси Мэллом Продюсер Стью Сигал Оператор Джефф Шаф В главных ролях Ричард Берджи Сьюзан Уолтерс Тим Райан Барбара Найвен Ричард Хэрт И другие Фильм озвучен Студией Иннис По заказу ТВ3 Россия Режиссер Нэнси Мэллэй В пятницу Когда к власти пришел император Он объявил самураев вне закона Тебя ждет смерть За каждого была назначена награда По 300 монет серебром за голову И только 7 воинов не смирились с этим Мы поможем им? Семь воинов вышли на бой Мы не отступим Семь воинов против целой армии Семь мечей в пятницу